Вот он шаг назад был, чтобы это увидеть, занять последнее место, чтобы потом сделать шаг вперед в плане игры. Речь идет о турнире, в котором «Темп» участвовал еще в ноябре 2021 года в Сочи. Наши парни встречались с командами из разных уголков России. И хотя бордовые тогда проиграли все матчи, но эти встречи пошли на пользу барнаульской команде. Именно с этого турнира «Темп» начал тотальную схематическую перестройку. Практически всем игрокам нельзя выбивать просто мяч бездумно, куда попало, как это играют все команды у нас в Алтайском крае. Поэтому даже за счет ошибок я понял, что они будут, и мы будем пропускать голы за счет этих ошибок. Больше добавилось болельщиков из-за того, что игра стала другой. Игра стала более зрелищной, игра стала больше моментов. То есть у нас в прошлом году был единственный выход из обороны – это сделать на Рому Сычеву передачу и выйти. Сейчас, если вы видите, болельщики охают, ахают, когда мы в своей штрафной площади разыгрываем мяч, и вратарь может, и все. То есть это будет доведено до автоматизма. Частичный результат той самой перестройки стал заметен уже в этом сезоне. «Темп» – нынче самая забивная команда своей лиги. «Бордовый» наколотили 91 мяч, что на 11 больше, чем у второй по числу забитых голов команды. Где-то я давал вообще задания на игры, не сделать ни одной длинной передачи. Поэтому в головах меняется мировоззрение, а к футболу по-другому. Еще одно важное событие для клуба случилось в конце лета. «Темп» впервые сыграл свой профессиональный матч. Еще и в Кубке России против местного «Динамо». Историческое Барнаульское дерби, в котором победу одержали бордовые, игроки клуба запомнят надолго. А когда ты выходишь играть против профессионалов, а ты любитель, тебя настраивать не надо, у тебя глаза горят. Ты просто хочешь доказать, показать у всех свои какие-то цели и задачи у футболистов. Кому-то доказать, что я там должен играть. Кого-то там выгнали оттуда, он доказывает свою состоятельность. По итогу сезона в чемпионате Сибири «Темп» занял третье место. А в Кубке дошли до полуфинала. Возможно, мы об этом и не узнали, если бы не работа темповской медиакоманды. Семь человек трудятся над тем, чтобы болельщики и футболисты были на одной волне. Чувствовали, что они рядом и знали все новости о клубе. Спортивном сообществе даже не помнят времена, когда к любительскому футболу было столь пристальное внимание. Болельщик не будет ходить, если ничего не будет знать о команде. Ему интересно все знать о команде, ему интересно вникать. Если будет много историй, много внутренностей, которые происходят в клубе, так болельщики будут появляться. За три года «Темп» влюбил в себя более полутысячи болельщиков. И при такой работе со зрителями цифры будут расти. Что касается задач на следующий сезон, то хотят исключительно первое место в лиге. И доказать, что «Темпу» в ней тесно. И он готов идти на повышение. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.